Всем привет! Сегодня я расскажу вам о ценах в Турции. Лира упала, в Турцию приехало огромное число людей, цены поднялись. Поговорим о том, как это отразилось на нас. Я отвечу на популярные вопросы и расскажу, что изменилось. Это видео будет полезно и туристам, и тем, кто собирается переехать в Турцию на ПМЖ. Если вы посмотрите видео некоторых турецких блогеров, то заметите, что они наводят панику. Чуть ли не каждую неделю выпускают видео или статьи на тему того, как все подорожало, и приводят цены. Сегодня молоко стоит 15 лир, сегодня 16, завтра 17. И вот так каждый день превращаются в какие-то просто экономические сводки. И все это создает такую атмосферу паники, что многие люди думают, что все, в Турции теперь отдыхать дорого. Переезжать сюда тоже не нужно. Все стоит дороже, чем в России, уже чуть ли не как в Европе. В общем, настоящая паника. Я расскажу, каким слухам можно верить, а каким не стоит. В Турции дикая инфляция – 85%. Цены растут в течение последних 17 месяцев. Начнем с цены на продукты. Расскажу на примере хлеба. Я помню время, когда он стоил полторы лиры. Это было примерно год назад или чуть больше. В пересчете на рубли эта сумма составляла 15-18 рублей. Сейчас хлеб стоит 5 лир. Если перевести эту сумму в рубли, получается все те же 15-18 рублей. То есть, получается, что для местных жителей хлеб подорожал в три раза, но для россиян, если взять поправку на курс, он не подорожал совсем. И это касается всех продуктов. Если посмотреть, какие цены были год назад или даже два года назад, вы увидите, что многие продукты подорожали в два, в три, некоторые даже в четыре раза. Но если вы переведете эти цены по курсу, который был тогда, и сравните с тем курсом, который есть сейчас, то получите примерно одинаковые цены. То есть, для россиян не изменилось вообще ничего, так же, как не изменилось и для европейцев. То есть, цены на продукты и цены в ресторанах для нас остались прежними. А вот для местных жителей все действительно подорожало. Представляете, если вы покупали хлеб совсем недавно по одной цене, а теперь в три раза дороже? Конечно, это бросается в глаза. Несмотря на стремительный рост цен на продукты в Турции, я заметила, что тут нет никакого дефицита, никакой паники. Люди не закупаются впрок. Когда-то в СМИ мелькала такая информация, что в Турции все сошли с ума, начали скупать сахар, подсолнечное масло. Нет, это не так. Никакого дефицита в магазинах нет. Все продукты в наличии, и никто вот с такими тележками огромными в очереди не стоит. Все в порядке. Еще я заметила, что не сильно повысились цены на овощи и фрукты, потому что их регулирует не государство, а сами фермеры, которые их продают на базарах. Они идут навстречу местным жителям и не хотят сильно повышать цены. Например, в 21 году я покупала яблоки по 5 лир за килограмм. В пересчете на рубли это получалось 50 рублей за килограмм. Сейчас я беру те же самые яблоки по 7 лир за килограмм. Это около 20 рублей за килограмм. Получается, что для меня яблоки подешевели в два раза, а для местных они подорожали, но не так, как многие продукты в 3-4 раза, а всего лишь на 2 лиры. То есть фермеры идут навстречу местным жителям. Еще скажу немного о ценах на одежду. Одежда в Турции всегда казалась дешевой. В пересчете на рубли всегда нам казалось, что все просто супер дешево, не может такого быть. Сейчас это еще больше заметно, потому что цены на одежду растут чуть медленнее, чем цены на продукты. То есть получается, что в пересчете на рубли сейчас шопинг очень-очень выгодный. Сходите в Вайкики, и вы удивитесь, что там можно купить какой-нибудь свитер за 600 рублей, блузку за 500. Очень выгодно. Так что если вы едете отдыхать в Турцию, берите с собой побольше денег, чтобы закупиться и очень выгодно одеться. Сразу отвечу на очень популярный вопрос о том, с какими деньгами сейчас нужно ехать в Турцию. Карты Мир не работают нигде. Ни Динькофф, ни Сбербанк, ничего. Ни снять, ни расплатиться нельзя. Забудьте о картах Мир вообще. Ехать в Турцию сейчас лучше всего с наличными. Есть тут два варианта. Можно либо заранее купить в России доллары или евро, а потом поменять их здесь на лиры. А можно приехать прямо с рублями. Рубли здесь меняют по не самому выгодному курсу, но если вы видите, что в вашем городе купить евро можно тоже только по плохому курсу, то не покупайте, езжайте лучше с рублями. Но только в том случае, если вы едете в туристическое место, потому что только в туристических местах принимают рубли. Если вы едете куда-то в глушь, то рубли вы там нигде не поменяете. Еще турки придумали классную схему. Не секрет, что у многих из них есть русские жены. И когда вы приходите в магазин к турку, у которого есть такая русская жена, он предлагает вам оплатить покупки простым онлайн-переводом. То есть с вашей российской карты на ее российскую карту. Вам понадобится только приложение вашего банка интернет. Еще работает платежная система золотая корона. Вы можете отправить деньги сами себе и потом получить их в одном из пунктов вытачи или на почте. В туристических местах вам придется постоять в большой очереди, но если вам все-таки нужны наличные, то можно потратить на это время. Почему бы и нет? А вот что действительно подорожало для всех, так это цены на недвижимость. Как на аренду, так и на покупку. Сначала про аренду. Еще недавно в несезон в Алании можно было легко найти отличную квартиру в комплексе с отельной инфраструктурой всего за 300 евро в месяц. Сейчас точно такая же квартира будет стоить уже 700-800 евро в месяц. Также в Турции появились открытые для ВНЖ районы и закрытые. Открытые – это такие районы, в которые иностранец может приехать и оформить вид на жительство официально и жить там несколько месяцев. Закрытые районы – это те районы, в которых можно только отдыхать как турист. Там нельзя прописаться и жить долгий срок. Поэтому в закрытых районах цены на аренду сейчас пониже. Они начинаются примерно от 500 евро, но это нужно постараться, чтобы найти такие квартиры. В среднем предлагают где-то 700-800 евро. В открытых районах цены на аренду еще выше. Все это обусловлено не только инфляцией, но и огромным спросом. Сначала был огромный наплыв мигрантов в феврале, а теперь в сентябре. Поэтому людей сейчас очень много и у многих возникают проблемы с жильем. Кстати, на этом фоне развелось очень много мошенников. Если вам интересна эта тема, если вам интересно, как обманывают сейчас переезжающих, напишите об этом в комментариях. Я запишу отдельное видео и расскажу обо всем подробно. Из-за огромного спроса выросли цены и на покупку недвижимости. Расскажу на своем примере. В прошлом году летом я купила квартиру во всаларе за 45 тысяч евро. Сейчас в моем доме, который еще не достроили, эти же квартиры продают уже за 110 тысяч евро. Вообще, в строящихся домах цены на квартиры сейчас начинаются примерно от 80 тысяч евро. Все эксперты в голос говорят, что недвижимость будет только дорожать, поэтому дешевле вы уже ничего не найдете, как раньше уже не будет. За 40-50 тысяч квартир в Алании нет. Если вы хотите купить недвижимость, лучше поспешите и сделайте это сейчас, потому что потом цены будут еще выше. Если вам интересен этот вопрос, то в описании под видео я оставила для вас простую форму, которую нужно заполнить, там оставить ваши контактные данные и с вами свяжется специалист, который бесплатно вас проконсультирует по покупке недвижимости в Турции. Еще один удар по туристам – это повышение цен на проживание в отелях. Я думаю, многие из вас заметили, что я часто езжу по отелям, снимаю обзоры. Так вот, еще совсем недавно я могла поехать в отель на одну ночь на все включено примерно за 40 евро. Сейчас те же самые отели стоят уже от 60, иногда даже дороже. Думаю, многие из вас видели еще такую новость, что эксперты анонсировали подорожание цен на отдых в отелях еще на 20%. Если вы точно знаете, что в следующем сезоне вы хотите отдохнуть в Турции, я советую задуматься вам об этом уже сейчас, потому что раннее бронирование – это всегда выгодно, и потому что цены пока еще не поднялись, лучше забронировать отдых сейчас. Доплачивать потом не придется. В описании под видео я оставила для вас ссылочку на онлайн-турагентство, в котором я сама всегда бронирую туры, и советую его всем своим подписчикам и всем своим друзьям. Если вы планируете отдых в Турции, советую заглянуть и подобрать себе что-то выгодное прямо сейчас. Еще одна сфера, где заметно поднялись цены – это транспорт. Это тоже касается и туристов, и переехавших, поэтому я об этом расскажу. Заметно подорожал проезд в общественном транспорте. Например, доехать из Алани в Манавгат можно уже за 40 лир. Но, опять же, если пересчитывать цены в рубли тогда и сейчас, то получается, что для русских туристов ничего сильно не изменилось. А вот повышение цен на такси и на трансфер вы точно заметите, потому что они подорожали в валюте. Например, раньше из Авсалара в аэропорт Анталии я ездила за 30 евро. Сейчас та же поездка с тем же сервисом стоит уже 50 евро. Я думаю, что из моего видео вы поняли, что в Турции все подорожало только для местных или тех, кто здесь работает и зарабатывает в лирах. А для тех, кто сюда переехал и имеет доход в рублях или в валюте, почти ничего не изменилось, разве что цены на жилье. Для туристов тоже особо ничего не изменилось. Тут главное не тормозить. Если вы ждете, что цены упадут – не ждите, они не упадут. Лучше бронируйте туры сейчас и не откладывайте все в долгий ящик. Также, если вы хотите купить недвижимость в Турции, тоже лучше не тормозите и займитесь этим вопросом уже сейчас. Ничего дешеветь точно не будет. Я по-прежнему считаю Турцию хорошей страной для переезда на ПМЖ с низкой стоимостью жизни. Мне здесь очень нравится, мне здесь очень комфортно. Повышение цен на аренду и покупку квартир я считаю просто адекватными, потому что раньше жилье здесь стоило копейки, а сейчас оно стоит ровно столько, сколько и должно стоит. Мне кажется, это справедливая цена за недвижимость на берегу Средиземного моря. Ставьте лайк, если вы тоже любите Турцию и считаете ее недорогой и очень хорошей страной, если вам нравится здесь отдыхать или жить. В комментариях задавайте вопросы, может быть, какие-то моменты я упустила – обязательно вам отвечу. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков из Турции. Спасибо. Спасибо. Спасибо.